Уважаемые коллеги, строго говоря, участниками нашей конференции являются представители Латвийской Республики, Эстонской Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Хотя вот некоторые коллеги отсутствуют, тем не менее, их доклады будут опубликованы в итоговом сборнике. Я еще раз хотел бы пригласить всех к тому, чтобы активно участвовать в дискуссиях после докладов. А сейчас я хотел бы попросить первого секретаря посольства Российской Федерации в Латвии Александра Александровича Гречанова сказать несколько приветственных слов в адрес участников нашей конференции. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. От имени посольства Российской Федерации в Латвийской Республике я хотел бы поприветствовать вас здесь, в всегда гостеприимном зале Дома Москвы. И пожелать успехов в работе эти ближайшие два дня, обсуждения этой крайне важной, нужной, сложной темы, как первые дни начала Великой Отечественной войны, особенно вот на территории Прибалтики. Буквально пару слов хотел бы сказать. Тема эта действительно очень чувствительная, очень сложная, и когда в обществе, в первую очередь в латвийском обществе мы слышим дискуссии, действительно много дискуссий на этот счет, то зачастую сталкиваемся с тем, что эмоции, какие-то политизированные оценки, они начинают превалировать над историей, над фактами, над международным правом, которое существовало на тот момент. Мне кажется принципиально важным, что в любое мероприятие, я уверен, что участникам сегодняшней конференции это удастся, чтобы никакие эмоции, никакие личные желания не превалировали над дискуссией об исторической правде или о тех или иных ее аспектах. Мне кажется, что эмоции как раз вредны, а вот эрудиция, четкое понимание того, что происходило, глубокие оценки, комментарии были бы крайне востребованы. И мне бы очень хотелось, чтобы итоги сегодняшней конференции не просто нашли свое отражение в документах, о чем говорил Доктор Иванович, но и были бы восприняты или учтены в работе других структур, связанных с изучением истории, в том числе российско-латвийской истории, в частности, совместной комиссии историков, которая пока не работает, но будем надеяться, что латвийские партнеры все-таки каким-то образом будут способствовать возобновлению деятельности и ее работы. Поэтому удачи, всего самого наилучшего. Спасибо.